МАКС БЕЛОУЗА! Живые? Кто здесь живой? Вы со мной, да? Хорошо. Сейчас будет тяжелый контент для восприятия, поэтому приготовьтесь. Я знаю, что все голодные, холодные, уставшие. Полчасика потерпите. Что сегодня не успеем, завтра на бибне продолжим. Кому будет меня сегодня мало, обязательно завтра приходите. Будут разборы, сопли, слюни, слезы. Можем, практикуем. И есть книга. Я вот, может вы видели, там расположил свои книжки. Кому будет интересно, можете купить. Там сидят прекрасные девочки. Буду рад. Сегодня я буду вам рассказывать свою историю. Вы знаете, ну, зачем рассказывать что-то из книг, если есть интересная жизнь. Жизнь у меня была действительно, и была, и есть интересная. Не стесняйтесь отмечать меня в инстаграме. У меня ник небо табу. Вот. Делайте stories, пишите хорошие вещи, плохие не надо. За плохие буду блокировать. Кто такой Макс? Ну, в принципе, кто? Многие меня знают как маркетолога, потому что успел поработать со многими большими известными личностями. Тони Робинс в Олимпийском я продвигал это мероприятие. Я три года по всему миру с ним ездил в Лондон, Сингапур, Майами, Австралия. С Аязом работал два года как директор по маркетингу, методолог и продюсер-спикер. Вот. С Радиславом Гандапасом, с артистами Blackstar. Вот. И со многими, кстати, с некоторыми из спикеров, которые сегодня даже были, тоже работал. Вот. С Полиной Большаковой. Также занимаюсь музыкой с 14 лет. Пою, играю на гитаре, пишу свои песни. Можете послушать тоже, кому будет интересно, подходите. Вот. Расскажу, где послушать. Спеть не здесь, здесь я как спикер, не как музыкант. Но концерты тоже планируются. Итак, 2020 год. Знаете, вот у многих инфобизнесменов есть история Золушки, да, когда все херово, все плохо. И они вот специально ее рассказывают, чтобы, знаете, там как-то вот сгустить тучи, да, чтобы показать, что я из грязи в князи, вот. Мне сгущать тучи не надо, мне все это произошло в реальности, в жизни, в 20-м году. Сначала на меня клиент, крупный спикер подает в суд. Я ему делал мероприятие, то есть в моей задаче входило организовать мероприятие, как и здесь, да, там, значит, найти спикеров из зарубежных, значит, сайт, воронки, реклама, все. Вот. И так получилось, что мы с ним поцапались, так скажем, да, вот. Ну, он на меня подает в суд, я проигрываю этот суд и ему отдают 3 миллиона рублей, должен отдать, вот. После этого, ну, на фоне этого у меня еще проблемы начинаются, да, то есть это коронавирус тогда, пандемия, меня кладут в больницу с 20% поражений легких, меня там откачивают. Параллельно с этим, у меня же еще клиенты есть, какие-то, да, маркетинг-агентстве, вот они все отваливаются или просят возврат, от меня моя команда уходит, я остаюсь один, вот. Толстею до 120 килограмм на фоне этого. Через 2 месяца у меня обостряется желчный пузырь, вот это он здесь находится, да, вот, камни попадают в проток, мне делают 2-срочные операции, сначала убирают камни из протока, потом и желчный пузырь вырезают. Вот, и мне врач сказал, что если бы я день еще потерпел, ну, меня бы уже не было здесь в живых. Параллельно с этим моя тогда еще девушка, сейчас уже жена, не может ехать из Украины в Москву по понятным причинам, да, то есть как бы там еще проблемы, вот. В общем, была полная, полная задница. И вам честно могу признаться, что я хотел тогда наложить на себя руки, то есть мне настолько было тяжело, больно и не хотелось жить дальше, что я действительно хотел выйти просто в окно. Кто понимает, у кого были такие ситуации? Вот, и лежа в больнице я начал, знаете, такой, ну, знаете, вот есть такой экзистенциальный кризис, когда вот к смерти приближаешься, вот ее чувствуешь близко, да, и начались какие-то осознания. И вот этими осознаниями я хотел бы сегодня с вами поделиться, потому что именно эти осознания, они позволили мне получить вот такой результат за год, да, то есть вот я в больнице лежал, я написал, что я хочу успеть до смерти. И все, что я там написал, оно сбылось за год. Ну, например, да, я очень давно хотел написать книгу. Я написал, и издательство меня подписало, издательство АСТ, это уже бестселлер книга, она везде продается во всех городах. Я мечтал начать выступать активно. За тот год я посетил 50 городов, 100 конференций. Я мечтал продолжить музыкой заниматься, потому что 5 лет я вообще не занимался музыкой, забил. И я написал новые песни, снял новые клипы, концерт даже отыграл. Вот. Похудел на 30 килограмм, начал заниматься спортом, боксом, да, женился, потому что не мог себе позволить или боялся, да, женился. И, в общем, ну, а деньги, да, конечно, мы тут же все про деньги. Я начал зарабатывать в кайф. Вот до этого мне было тяжело зарабатывать, кто понимает, о чем я говорю. Вот тяжело зарабатывать, да. После этого у меня деньги пошли настолько просто, в кайф. Я за год заработал полмиллиона долларов, вообще не напрягаясь, вот. Кому интересно, как так за год, из полной жопы вот туда. Спасибо. Давайте разбираться. Первое, что я хочу рассказать. Что такое кризис, как вы думаете? Я вас слышу, можете говорить? Вы же слышали про, что такое зона комфорта, да? Да. Все слышали. Меня бесит эта фраза. Я называю это по-другому. Зона влияния это называю. Что такое кризис? Кризис – это когда человек выходит из своей зоны влияния в, я это называю, слепую зону. Вот мой кризис 20-го года личностный, он меня выбил в слепую зону, а именно в слепой зоне находятся все ресурсы ваши. Сегодня, знаете, я буду рассказывать вещи вроде бы простые, базовые, но к этим вещам я дошел через пот, слезы, болезни и проблемы. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы меня послушали и вникли, да? Потому что эта информация, она стоит дорого. Как минимум, я некоторую информацию на тренингах Тони Робинса в Майами, в Сингапуре, в Лондоне слышал. Там это стоит 5-10 тысяч долларов. Поэтому послушайте. Соответственно, новое – это всегда рост, развитие. То есть, если вам что-то сейчас не нравится в вашей работе, в ваших отношениях, в чем-то, в вашей какой-то сфере, надо что делать? Новое. Получать новый опыт. И перед тем, как получать новый опыт, нужно признаться в себе, что вам что-то не нравится. Вот как я в больнице лежал, я начал задавать себе вопросы. Нравится ли я, что я делаю? Нет. Нравится ли мне, чем я зарабатываю деньги? Нет. Нравится ли мне мое отношение с женщиной? Нет. Все, нет, везде нет, понимаете? Первый шаг на пути к трансформации – это признаться, что у вас что-то не так. Честно признаться, да? То есть, написать, я так не хочу больше. Я так не хочу. Я не хочу зарабатывать тяжелые деньги. Я не хочу быть таргетологом, и чтобы мне там мозги клиенты делали. Я не хочу, когда там муж на меня орет, да, там, бьет меня, или наоборот, я ему говорю, что делать, он ни хера не делает, да. Я так не хочу. Напишите сейчас, что вы не хотите. Можете мысленно проговорить в голове, можете там записать где-то в заметках. Что вы не хотите? Хватит. Вот сегодня точка ноль. Точка вашего отсчета, изменений ваших. Завтра вы это не сделаете, послезавтра тоже. Кому смешно и так далее, это защитная реакция, поверьте мне. Это ваша психика пытается Макса Белоусова нейтрализовать, потому что Макс Белоусова для вас сейчас раздражающий фактор для вашей психики. И задача психики… Вообще, задача любого человека что, как вы думаете? Выжить. Потому что она, вроде бы, заботясь о вас, мешает вам что сделать? Получить новый опыт, потому что это страшно, это непонятно, это какая-то херня, да? Это просто, это слишком просто, я еще часто слышу. Это слишком просто. Знаете, есть такие люди, которые все усложняют. Кто узнал себя? Слишком просто. Ты нам сложнее дай, я могу сложнее дать, поверьте, я могу. Дальше идем. Теперь спросите. Вот то, что вы не хотите. А вы знаете, вот люди же умеют просто говорить, что они не хотят. Вы все это умеете. Знаете, меня бесит вот это, меня бесит вот то, мне не нравится вот это. А когда я на разборах у людей спрашиваю, блядь, а что ты хочешь? Люди молчат. А почему они молчат? Потому что всю, сука, свою жизнь, они на чем фокусируют свое внимание? На что они не хотят, да? А мозгу все равно. Мозг не понимает негативной, позитивной коннотации. Вот он, вы о чем-то думаете, я не хочу вот этого. Ну вы об этом подумали. Именно поэтому работают все аффирмации. Все, о чем вы говорите, все материализуется. Кто понимает, о чем говорит? Дальше идем. Как ставить цели? Сейчас голубом по Европе у меня полчаса, ребят. Я вообще лекции эти считаю 6-9 часов, поэтому, ну, сорян, да, если что-то не успею. А? Давайте держим. Задержаться не могу еще другие спикеры, тогда это неуважение к ним, а я уважаю людей, люблю. Соответственно, как ставить цели? Многие из вас могут ставить себе какие-то цели. Хочу айфон, хочу машину, хочу квартиру. Узнаете себя? Прикол в том, что когда вы получаете эти цели, вам похер потом. Опустошение. У кого было опустошение по стокам? Вот, вот. А почему опустошение? Потому что цель, как таковая, деньги, айфон, это херня, это ничто. Как правильно ставить цели? Первое, что нужно себе задать вопрос, кто вы есть? Самоидентификация ваша, вы кто? Вот я творец. И во всех ситуациях в моей жизни я себя проявляю как творец. Я когда пишу музыку, я творю. Я когда работаю с клиентами, я творю. Я когда занимаюсь боксом, бью кому-то морду, я творю. Это искусство. Я человек искусства, я творю, я творец. А если вы себя самоидентифицируете как я дизайнер, я блогер, как вы думаете, это сильно урезает ваши возможности в жизни? А что это? Это же туннельное мышление. Вот вы себя назвали, я модель, я блогерша, я тиктокерша, я девочка или еще как-то. Это что значит? Это вы берете на свои глаза, одеваете гигантский фильтр. Искажение. То есть вы воспринимаете мир не так, как он есть, а через искажение. И тем более у вас угол обзора очень узкий. Потому что вы же блогер, вы же девочка. И вы не видите те ситуации или те возможности, которые не вписываются в вашу картину мира. Кто понимает, о чем вы говорите? После того, как вы поняли, кто вы, вы должны прописать, в чем ваша миссия. Миссия это не про деньги, друзья мои. Это вообще не про деньги. Простой пример. Миссия компании строительной. Какая может быть? Например, чтобы наши клиенты жили в комфортных условиях, в экологичных домах. Это миссия, например. А цель компании это продать 100 коттеджей. Видите разницу? Миссия и цели. Миссия это маяк. К которому вы стремитесь, идете. Но не факт, что вы туда дойдете. Но он вам освещает путь. Знаете, вот Карлос Кастанеда, кто читал? Очень классная фраза у него есть. Все пути разные, но они идут в одно место. В одно и то же место. Куда? В смерти. Но самое важное, какой путь вы выберете. Нужно выбрать тот путь, где есть сердце. Кто понимает, о чем я говорю? Пропишите свою миссию. Хотя бы примерно. На хера вы живете? Вы что думаете, вы бесконечные что ли? Вот вам там 20-30 лет. Вот я со смертью 2 года назад познакомился. Такое себе я вам скажу. Я когда лежал, у меня откачивали. У меня вот капельница лежит. У меня уколы херачат. После двух болезней я еще блюю на тапке соседа. Ну мы с ним потом подружились, конечно. И я пытаюсь понять, а что после меня останется? Да ни хера после меня не останется. Я ничего не успел сделать. Того, что я мечтал сделать. Я именно поэтому боюсь летать в самолете. Потому что я понимаю, что если я сейчас сдохну, я не смерти боюсь. Я боюсь того, что после меня ни хуя не останется. Кто понимает, о чем я говорю? Напишите, зачем вы живете. И не ради родителей, друзья мои. Знаете, вот у многих миссия помогать родителям. Вы чью жизнь-то живете? Свою ли родителей, скажите, пожалуйста. Ради чего вы живете? Напишите. Просто задумайтесь хотя бы об этом. После того, как у вас сформулирована миссия, правильная миссия дает вам мурашки по телу. У кого было такое ощущение? Мурашки по телу. Когда вы встаете с утра, и вы хотите идти дальше, вы знаете, да, я живу не просто так, я сделаю все для того, чтобы достигнуть чего-то. Вот у меня такое же состояние было, когда я понял свою миссию. Моя миссия следующая. Интересно? Донести до большего количества людей свои смыслы. Как я это сделаю абсолютно похеру? Через музыку, через книги, через выступления, через работу. В общем, посрать. Похеру. Я несу людям смыслы, правильно. Я людям помогаю проснуться. И после того, как вы сформулировали миссию, правильную миссию, правильная миссия дает вам правильное состояние. Мурашки по телу, да? Мурашки. Очень правильно работать из правильного состояния. Потому что многие люди ставят цели из боли. Как вы думаете, какие цели можно ставить из боли? Как это из боли? Ну, ну, говорите, я слышу. Кому-то что-то доказать. Это из счастья или из боли? Из боли. Ну, давайте, примеры. Какие еще? Оправдать чьи-то ожидания. Цель из боли, да. Дальше. Купить тачку, как у кого-то, да. Из боли, да. Стать богаче, чем кто-то, да. Вот это вот чем? Вот это вот сравнительная вот эта вот херня. Это все из боли, понимаете? Это все из ваших тараканов, с которыми завтра будем с вами работать. И только после правильного миссии, состояния, идет правильный контекст. Что такое контекст? Контекст – это все, что вы создаете в вашей жизни. Это, вы знаете, у меня родители актеры театра кино. Я с детства на сцене, я обожаю сцену, да. И если сравнивать это с театром, контекст – это декорации. Это актеры, это вот что-то на сцене, там вот. Вот это все, это контекст. Вы – мой контекст. Я же его создал. Согласны? Вы – мой контекст. Вы – часть моего контекста. Я сам смоделировал себе эту ситуацию. И только после этого идет цель. Как это работает? Смотрите, вы можете поставить себе цель. Я хочу в Ламборджини. Заебись цель. Классная. Вы в нее сели, и как будто бы она не ваша. Понимаете, что я говорю? Вроде вот вы и купили. Вы такой думаете, что-то как-то вот неуютно как-то. Знаете, у меня на разборе однажды был Илья. Он ко мне приходит и говорит, Макс, я хочу больше зарабатывать, и я просел в доходе. Вот я зарабатывал 500 тысяч в месяц, сейчас 150. Я говорю, давай разбираться. Что ты хочешь? Зачем тебе деньги? Он говорит, я хочу купить коттедж, дом, в котором буду жить своей любимой женщиной. Как-то один психолог сказал, что имеем той цель. Если он не достигает этой цели, значит, ему не нужно достигать этой цели. Как вы думаете, а почему он не достигает этой цели? Потому что он в конфликте с этой женщиной. И его сознание, подсознание точнее, блокирует достижение цели, потому что это негативная ассоциация с достижением этой цели. Нахера ему покупать коттедж, в котором он будет жить женщиной, с которой у нее конфликт. Кто понимает, о чем я говорю? Следующий вам пример интересный. Вот так работает наш мозг, друзья мои. За полчаса, конечно, я не объясню, как работает наш мозг, но, поверьте мне, это очень интересно. Завтра прям вам понравится. Ко мне приходит Виталий и говорит, Макс, я хочу, у меня магазин, я продаю спортивное оборудование. Я сейчас зарабатываю 700 тысяч, хочу 3,5 миллиона. Охуенная цель, класс. Но, опять же, а почему ты ее не достигаешь? И знаете, что выясняется? Он ассоциирует рост бизнеса с большим количеством сотрудников, ну это очевидно, но он к каждому сотруднику относится как мамочка. Он всем супельки подтирает, попочку подтирает, понимаете? Вот вопрос, если у вас 20 детей, это пиздец, а если их 200? Понимаете, да, о чем я говорю? Именно поэтому он не достигает цели, не потому что он дебил, не потому что он не понимает в бизнесе, не потому что он не знает, что делать, он знает, он не хочет просто. Вот это не хочет, это про это как раз, про предыдущие шаги миссии. Состояние, контекст и так далее. После цели мы переходим к смарту, все знают эту технику, да, когда, что, что, за счет чего, да, то есть прописываем задачи. И после задачи переходим уже к реализации. Вот так. Вроде бы просто, но 99% людей по моему опыту не умеет этого. Дальше идем. Что такое контекст? Я уже упомянул это слово, да, мне из задницы помог вылезти и у меня наставник появился, да, в моей жизни. Классный мужик, NLP-психолог, вот, и он мне рассказал, что такое контекстуальное мышление. Его зовут Саша. В вашей жизни что-то происходит всегда, да. Если вы недовольны тем, что в вашей жизни происходит, нужно менять причину, а не следствие, согласны? А причина – это всегда ваши правила, да, установки ваши, как вот любят говорить, да, там, коучи, да. Или контекст, поработать с контекстом. Я вам сейчас дам простое упражнение, можете сделать сейчас, можете сделать после моего выступления. В книге, кстати, это очень подробно описывается, вот. Так что покупайте. Не ради денег, я это говорю у меня с этих книг, вообще там, блин, я вот, знаете, там, сигарный клуб, я там, мне кажется, больше денег оставил, чем книга стоит. Я не ради денег, я ради вашей помощи хочу, чтобы вы просто прочитали действительно книгу. А бесплатно книга не ценится. Это вот закон баланса. Сегодня не успею про него рассказать, но у кого проблемы с продажами на высокие чеки, можете завтра прийти, я расскажу, что такое закон баланса, да, и закон адекватности в предложении. Так вот, что такое контекст, и как с ним работать? Выписывайте 20 ситуаций, которые сейчас влияют сильно на вашу жизнь. Можете начать, 2-3 ситуации выписывать, вы можете после этого, после моего выступления закончить это дело, да, задание. Выписывайте 20 ситуаций. Например, я взяла ипотеку, это влияет на вашу жизнь? Да. Не знаю, там, у меня редко секс с моим мужчиной. Влияет на вашу жизнь? Да. Дети-дебилы, влияет на вашу жизнь? Да. Нет, могут быть и хорошие. Я хожу в бассейн, мне это нравится. Хороший контекст, он же влияет на вашу жизнь, влияет, дышите. И после этого, когда вы выписали 20 ситуаций, которые влияют на вашу жизнь, 20 контекстов из разных сфер, вы принимаете решение. Есть 3 действия. Отказаться от контекста, изменить его, или усилить. если вы ходите в бассейн, вам это нравится, усильте этот контекст, ходите чаще, ходите в лучший спортивный зал. Если вы взяли ипотеку, не надо усилять этот контекст. Надо либо отказаться от того, чтобы брать в долг деньги у банка или у людей, либо изменить контекст как-то, да, или спросите, а как вы попали в этот контекст? Он же не самообразовался в вашей жизни. Дальше идем. Так, вы со мной? Да! Нравится или как? Да! Огонь! Спасибо. У меня предыдущий спикер видите, разогрели зал для меня. Что такое триада? Смотрите, вот эта информация с тренинга в Майами Тони Робинс. Вроде бы, опять же, простая тема, но очень полезная. Помните, я говорил, что очень важно состояние человека? Да, когда-то я про цели рассказывал. Вот кого, честно, вот честно, поднимите руки, кого не устраивает ваше текущее состояние? Не знаю, ну там, устали, болит что-то, да, там, бесит, есть такие люди. Объясняю, как работать с состоянием, как менять состояние. Смотрите, состояние состоит из трех составляющих. Первое, это здоровье, физиология. Вы знаете, вот я недавно прочитал там три труда Джордана Питерсона, это там, такой психолог, философ, прикольный чувак. Он психотерапевт, к нему приходят люди с депрессиями. Первое, что он делает с людьми, он им советует, чтобы у них циркадные жизненные циклы нормализовались. То есть, это что, это нормально питаться, нормально спать. Как это, не странно звучит, кто из вас, честно мне, поднимите руки, ложится до 11 часов вечера? Большая половина зала спит неправильно. Это влияет на вашу жизнь, потому что в час, в два ночи вырабатываются гормоны, которые необходимы для вашего организма. Так, что такое? После здоровья, это еще раз говорю, питание, а поверьте мне, я много экспериментировал со здоровьем, я в 5 лет был сыроедным, строгим вегетарианцем. Сейчас, конечно, я ушел в отрыв немножко, потому что тяжело такое питание соблюдать. Это когда кушаешь только овощи, орехи, фрукты без обработки, не пьешь, не куришь, 5 лет так продержался. Классно себя ощущал, но тяжело, конечно. Это даже тяжело не с точки зрения воли, а с точки зрения того, что вы должны головой к этому прийти. Я пока не пришел, пока не готов, честно себе в этом признаюсь. Ну, к этому иду. После здоровья мы идем к фокусу внимания. На что вы фокусировали свое внимание? То есть на что вы обращаете внимание? Когда случилась военная операция с Украиной, у меня жена с Украины, с Киева, у нее родители под бомбежку попали, они, блядь, там в бомбоубежище сидели. И друзья тоже, как вы думаете, как у меня жена реагировала на все это? Она рыдала, в конвульсик билась просто, я мог потерять любимого человека. Но я сместил ее фокус внимания. То есть я, как муж, взял на себя ответственность помочь своей жене. Я тоже, конечно, мог биться в конвульсиях, но разбираясь в психологии, я помог своей жене. А что это значит сместить фокус внимания? Это значит перестать читать телеграм-каналов, которые какая-то херня. Телетелевизор смотреть, с людьми общаться, которые негативят. По сути, любое касание с информационным каналом, это же потребление информации. Вопрос, вы любую еду кушаете, скажите, пожалуйста. Вы будете кушать объедки на улице? Так это то же самое. Потребление информации это такое же потребление еды. То есть нужна экология потребления информации. Вы как бы, ну, фильтруйте, что вы в себя впускаете-то. И качество этой информации, и коннотация, да, то есть какого она, она из боли или из счастья идет, эта информация. Она что вам вообще дает-то? Это фокус внимания, да. Ну, простой пример. Смотрите, вот вы едете на машине, и вы вхерачиваетесь в дерево. Казалось бы, да, плохая ситуация, машина в дребезге, да, там, вы чуть не умерли. А как можно по-другому посмотреть на эту ситуацию? Слава богу, что жив. Хороший повод сменить машину, да, или страну. Это называется контекст ресурса и возможности или контекст... Сейчас вспомню. Да, контекст выживания и контекст ресурса. Вот контекст ресурса, это когда вы из любой ситуации видите плюс. И это не розовые очки. Вот важный момент. Смотрите, если вы идете по улице, да, вот вы идете, наступаете в говно, ну, бывает такое, да, и вы смотрите, о, блядь, это шоколад. Я не про это. Я не про это сейчас. Вот вы идете по улице, наступили в дерьмо, да? Вы осознаете, что это дерьмо. Да? Да, бывает. Вы наступили в дерьмо. Бывает, да. Но! Но! Что вы делаете? Вы берете, находите лужу, моете ботинок и идете дальше. А как многие люди делают? Они наступают, блядь, в дерьмо, идут и такие, блядь, как воняет. Как же воняет? Ёлки-палки. Что же я такой неудачный? Блядь, почему именно я наступил в говно? Почему другие не наступили? Блин, а может мне вообще не надо было выходить на улицу? Блядь, а почему именно в левый ботинок, а не в правый? Блядь, а почему именно, блядь, собачье дерьмо, а не кошачье? Да как так вообще? А почему вот ребенок говно не наступил, а я вот наступил? Кто себя узнал? Никто? А что ржете тогда? Вот это фокус внимания, понимаете? И дальше смысл, то есть как вы понимаете то, что с вами происходит. Смысл? Казалось бы, да, вот давайте хороший пример. У меня напротив моего дома, где мы с женой живем, кальянная, и она однажды начала гореть. Прикиньте, двухэтажная кальянная, кафе, ресторан, горит пламенем просто. Казалось бы, жопа. Ну, основатели кальяна, они в охере просто. Прикиньте, ваш бизнес сгорел просто. Но, какие плюсы из этой ситуации, как вы думаете? Весь сука район собрался посмотреть, как горит кальянная, и это бесплатная реклама для нее была. И сейчас, когда они отстраивают, весь район знает, что есть такая кальянная. Они давно хотели сделать ремонт, но не решались. Пожалуйста, хороший повод сделать ремонт, да? Да, вселенная всегда помогает. И, знаете, я благодарен тому клиенту, который подал на меня в суд, потому что я всю свою жизнь стремился к тому, чтобы зарабатывать один миллион в месяц. Я думал, что это какая-то такая гигантская сумма. Знаете, когда я начну зарабатывать миллион в месяц, все, у меня будет, знаете, такая жизнь, типа все там, лакшери просто. Я не мог, сука, пробить этот сраный миллион в месяц. Ну вот 700, да, вот 500, там где-то вот 800 какой-то, ну не получалось. А как клиент подал у меня в суд, у меня образовался 10 миллионов долгов, ну тут как бы ты либо жопой двигаешь, либо ничего не делаешь, да? Либо ты сдался. А белорусов не сдается, понимаете? Вот я по своей жизни сука никогда не сдаюсь. Я когда в университете учился, а я по образованию инженер-геофизик, кстати. Меня каждую сессию хотели отчистить из университета. А я договаривался, не деньгами, психология. И нормально все, вот поэтому ничего просто так не дается. Дальше идем. Три ряда бизнеса, три составляющие успеха бизнеса. Ваше состояние, мы с ним уже разобрались, да? То есть из правильного состояния нужно работать. Если вы унылое говно, вряд ли у вас что-то получится. Согласны? Ну да. Полина про это говорила, да, до меня? Дальше. Ваша история. Вот с историями я завтра буду разбираться. Сразу приготовьте салфетки, завтра будете рыдать. Реально. Я вас не пугаю, это действительно так будет. Потому что какая история у кого может быть? Ну, например, например, да? Ну, какая? Стук этих историй у меня был. Господи, да. Знаете, вот есть сериал Триггер, я вот в Инстаграм выкладывал, да, там вроде бы смотришь, думаешь, сериал. А у меня в жизни веселее были истории просто серьезно. Там я с таким историем приходили. Одна женщина однажды, значит, у меня на разборе говорит, я говорю, что ты хочешь, какой у тебя бизнес, что ты хочешь? Она говорит, я хочу построить конгломерат, конгломерат, слово думаю, херсть, откуда это слово, конгломерат мебельной компании или одежды, что-то такое. Я ее сажаю, значит, начинаю делать разбор, вижу, что у нее ненависть к мужчинам, я это прям считываю. Вот он такой, аскалывание, когда мамин что-то говорит. Вам, кстати, да, женщины, такой инсайт, и когда вы критикуете мужчин, вы им яички отрезаете, поэтому не надо так делать, да? Если вы хотите счастливых отношений, перестаньте критиковать мужчин. Ладно, это так, потому что здесь много женщин, вам понадобится. Так вот, я когда начинаю разбираться, я понимаю, что она хочет зарабатывать, тихо, она хочет зарабатывать больше денег, чтобы получить безопасность, прикиньте. То есть у нее ассоциация больше денег с большей безопасностью. Вопрос, если она найдется нормальное отношение мужа или разберется со своим папой, который у нее оказывается опер, мент, который ее пиздил в детстве, она решит свою проблему с бизнесом, конечно. Вот так это и влияет на нашу жизнь. И стратегия бизнеса, да? То есть вы должны понимать, как из точки А в точку Б добраться, да? И в этом нам помогает стратегическое мышление, да? Есть тактика, есть стратегия. Я понимаю, что у меня мало времени, сейчас быстро рассказываю, смотрите. Кто-нибудь играет в шахматы? О, есть такие. Знаете, я очень такой, ну, человек любопытный, я все изучаю, я в покер играю, в шахматы и так далее, да? Вот в шахматах, посмотрите. Цель какая? Цель больше пешек сожрать, больше фигур противника, больше материала получить или какая цель? Да меньше пешек сожрать, да? Да. Да. Мат ли поставить? Мат ли поставить? Мат ли поставить? Мат ли поставить? Вот люди, которые двигаются тактическим методом, они ставят себе цель на игру какую? Больше сожрать материалы, да? вывести быстрее в дамки. Да не, это цель игры. Цель игры поставить мат. Знаете, я смотрел на игры Алёхина, то есть такой шахматист, или других там, он мог вообще отдать ферзя, слона, коней, но поставить мат, двумя пешками и еще какой-то фигурой. Вот это искусство. Но это стратегический подход. То есть держать в голове, а нахера куда вы идете, важно, а не как вы туда дойдете. Вы знаете, я вот очень люблю еще историю читать, вот есть такой Александр Македонский, у него однажды была, значит, битва то ли с персами, то ли с хреном, не помню, короче. 300 тысяч человек, а у него армия 30 тысяч, в 10 раз преимущество. И он выиграл, потому что он использовал и тактический подход, вот и самое важное, стратегический. Поэтому в бизнесе и в вашей жизни очень важен стратегический подход. Сейчас простой пример. Если вы хотите попасть из Челябинска в Москву, как это можно сделать? На самолете, когда все, отменили рейс, что, дома сидим? Вот, вот это про это, понимаете? То есть не важно как, важно куда. А тактический подход это как? А вы тоже так делаете, вы себе прописываете план, шаги, один, два, три. И если не реализуются задачи из первого шага, вы же не переходите ко второму, такая же у вас логика. А нужно, знаете как, нужно одновременно делать все действия из всех шагов. И может случиться так, что делая действия из третьего шага, и сделав его, уже не надо будет делать действия из первого, второго шага. Может такое быть? Может. Дальше, ресурсы. У каждого из вас есть три основных ресурса. Время, энергия, деньги. Но, если бы все было так просто, и все мы были бы в равных условиях, все бы стали миллиардерами, да, наверное? А почему кто-то Илон Маск, а кто-то бомж? Потому что неправильно, что? Неправильно распределяют три ресурса своих, время, энергия, деньги. Очень просто. Спросите себя, на чем у вас локус внимания, на что вы сливаете энергию вашу? 90% того, куда вы сливаете энергию, именно поэтому вы не зарабатываете деньги, не достигаете результата, потому что вы думаете о прошлом или о будущем. А это ваша галлюцинация. Вы живете в галлюцинациях, понимаете? Вы не наделая энергию свою, фокусируете, направляете, а на какие-то ваши галлюцинации. И именно с галлюцинациями работают психотерапевты. Вы знаете, некоторые люди два года ходят к психотерапевту, три года. А у меня, знаете, у меня моментально, я такие советы даю, знаете, вот жизненные, хорошие, потому что я работаю с правдой, а не с галлюцинациями. Ко мне однажды вот подруга моей жены пришла, Соня зовут. Она говорит, Макс, у меня, говорит, проблемы с мужиками плачу. Короче, каждый раз у меня мужики какие-то так токсичные, токсичные мужики, слово модное, токсичные, значит. Я говорю, что, расскажи, ну смотри, я когда болею, они меня, сука, даже таблетки не покупают. Они меня не заботятся обо мне, не лелеют и так далее. Окей, ты как часто болеешь? Он говорит, ну, не знаю, раз в полгода. Я говорю, раз в полгода ты когда болеешь, ты слабая, а в 99% случаев ты какая? Сильная. А нахуя мужику тебе помогает, если ты сильная. А два мужика в паре же не могут быть, это дадагейская пара, это вам в Европу надо ехать, получается, да? Понимаете? Два мужика в паре не могут быть. Она такая, блядь, я поняла, все, и все, она же больше не ходит к психотерапевту, нашлась в новое отношение, все нормально. Я так, я быстро помогаю. Дальше. Денежные потоки. Последнее еще рассказываю и убегаю. Завтра я тоже про это буду говорить. Есть простые деньги, есть сложные деньги. Вот лежа в больнице, я отказался от всех сложных денег. И даже самое-то интересное, не то, что вы даже все понимаете, что это сложные деньги, вопрос, а нахера вы этим занимаетесь? И вот самое-то интересное, что у каждого вашего действия есть определенная цель. Однажды у меня на консультации, на разборе была девочка, она говорит, Макс, я такая классная, у меня столько опыта, я работаю на компании Маша Саладар, я делаю автоворонки, я вся такая замечательная. Я говорю, сколько ты зарабатываешь? Она говорит, 100 тысяч в месяц. Я говорю, у тебя цель какая? Деньги зарабатывать или быть правильной? Или быть умницей? Она задумалась. Понимаете, вот если вы про деньги, вот если вы в системе денег находитесь, там цель – это деньги, а не признание, не похвалите меня, не оцените меня, не заметьте меня. Именно поэтому многие работаете бесплатно либо дешево, потому что вам не деньги нужны, вам нужны какие-то эмоциональные факторы. Кто понимает, о чем я говорю? Вот. Завтра тоже будут говорить. Итак, так, это мы уже не успеем, это тоже не успеем, ну полчаса, а, чахли, охуенно, тема не успеем. Ладно, сфоткайте. Те, кто завтра придут, я расскажу обязательно про это, это очень крутая тема. Это векторная психология, это динамика развития личности, вот, кстати, в маркетинге тоже часто использую эту тему. Не успели? Ну давайте, давайте. Да? Ну конечно, да. Нет, там другие спикеры уже ждут, они меня уже ненавидят, за то, что я тут задержался. Давайте дальше. Роли и игры, вот это прям завтра будет. Какую роль вы отыгрываете в бизнесе, в отношениях, там, в социуме, прям буду вам на это показывать. Клюс-минус эмоции, я называю это точка отсчета, система координат, тоже завтра расскажу. Так, и, че? Да, ну, напишите, пожалуйста, в сторис ваши инсайты, они же у вас есть, у кого есть инсайты сегодня? Вот, есть такие люди. Поделитесь, отметьте мне этот, инстаграм, не батабу, пожалуйста, в сторис, буду рад. Примерно вот так, я поняла, что, или я понял, что там, для меня было открытием, полезно вот это, классно выступил, Макс, такой красавчик, вот, ну, что-то, 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 ну, вот, и, моя книга, друзья мои, да, вот, все, что я сегодня описывал, это примерно 5-10% с того, что я знаю, умею, могу, вот, там книга, вы можете купить, я думаю, что там еще книги остались, подходите, покупаете. Вот так она выглядит, это я, просто я постригся, лето, вот, кстати, QR-код, можно заказать книгу, если вы не успеете, там же только 20 штук осталось. Вот. И, если кому-то я понравился, ну, хоть кому-то из зала, да, вот, у меня есть годовой мастер-майнд, это не для всех, это дорого, но эффективно, стоит 300 тысяч за год, называется источник, вот, QR-код, пожалуйста, если хотите, Рост x10, я вам его обеспечу. Здесь могу задержаться, я никуда не спешу на этом слайде, вы можете, да, отсканировать. Все успели, кому надо? Хорошо. Ну, собственно, что, вот мой инстаграм еще раз, спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, огромные аплодисменты, два хрена у вас. Класс. И действительно, красавчик. Круто.